Прямой эфир телеканала России продолжает вести Ульяновск в студии Владислав Литковский. Здравствуйте! И вот главная тема выпуска. Церемония торжественная и трогательная. Более 60 воспитанников выпустило Суворовское училище в этом году. Планами на будущее выпускники поделились с нашей съемочной группой. Пир на весь мир. Эдуард Истомин побывал на Всероссийском фестивале свадебной культуры. Клетка «Октагон» и серьезные намерения. Игорь Кранцев расскажет, как в Ульяновске завершился турнир по смешанным единоборствам памяти Петра Минеева. В Ульяновском гвардейском Суворовском училище очередной выпуск. Больше 60 воспитанников покидают альбоматор. Но не для того, чтобы уйти в свободное плавание. Потому как выпускники намерены дальше связать свою судьбу с защитой Отечества. Это настроение почувствовал наш корреспондент Эдуард Истомин. В Суворовском училище в день выпуска очень людно. Ради красоты на плаце можно и с жарой смириться. А если у родного сына выпуск, как родителям не прийти. Потому как дальше он упорхнет по своему плану жизни. Возьмите отечество наше свободное. Вновь знамени училища на плац, а дальше по сценарию. Парадом командует начальник училища. Он здоровается с личным составом. Ответное слово громогласное. Кажется, что полгорода слышит. Поздравляю вас с 32-м выпуском Суворовцев и Светродного училища. Ура! 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 Пятая рота прощается с родным училищем. В ней 63 воспитанника. Среди них 10 медалистов. У остальных пятерки с четверками. Они и Пушкина с Лермонтова знают хорошо. И в математике не промах. Поступают все в высшие военно-учебные заведения. 48 человек идут в вузы Министерства обороны. 9 человек идут в вузы других силовых структур. Ну и 6 человек идут в гражданские вузы. И вот заветные минуты. Выпускники получают корочки. Глава региона теплонапутствует будущих защитников Отечества. Они уже без пяти минут служивые люди государству. Ну а какой защитник Отечества не верует в традиции? Путь знаменосцев усеян алыми цветами. Родители в ожидании. Скорый перерыв. Оксана Голубева ждет своего сына. Мама все глаза проглядела. Наконец, сын Иван рядом. Эту трогательную сцену невозможно смотреть без волнения. Ведь военные тоже плачут. Скажи, а почему ты плачешь? Потому что это эмоции. Это 7 лет труда, терпения, настойчивости, упорства. И хочется сказать большое спасибо каждому человеку, который сыграл в этой жизни мою роль в становлении личности. Вы знаете, у нас этот экзамен длился все 7 лет. И все 7 лет, я говорю, мы эту жизнь проживали с ними. К сожалению, может быть, меньше, как мама была мамой. И у них были свои дети мамы и отцы. Но я очень благодарна. Еще немного все увидят показательную программу. А выпускники суворовцы закружат с девушками на плацу в легком танце. Вот они, настоящие кавалеры. Выпуск заканчивается еще одной традицией. Финальное прохождение строем и монетки вверх. Бросишь их, значит, обязательно вернешься. И все! Эдуард Истомин, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. В Ульяновск будет доставлен ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы. Он прибудет завтра из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга. Пояс Пресвятой Богородицы – одна из величайших святынь, связанных с жизнью Божьей Матери. По преданию, она сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до своего успения. С IV века пояс находился в Константинополе, в X столетии был разделен на части. Частица пояса была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург, к 200-летию Казанского кафедрального собора. Торжественная встреча ковчега с частицей пояса Пресвятой Богородицы состоится завтра в 10 часов в Спасовознесенском кафедральном соборе и будет там пребывать до 24 июня. Вода вроде бы есть, но ее вовсе нет. Жителям улицы Казьяна, микрорайона Вырыпаевка, воду никто не отключал. Но люди видят ее совсем редко и то с минимальным напором. Ульяновцы живут в таких условиях годами. На ситуацию обратили внимание активисты Народного фронта и наш корреспондент Элла Шахова. У дочери Ирины Пиковой сегодня день рождения. После детского сада, по задумке мамы, должно было быть торжество для девочки. У меня сегодня у дочери 6 лет. У меня должны прийти гости к 5 часам. Я не могу ни убраться, ни покушать, ни сготовить. Мне приходится отменять день рождения. Отсутствие воды в квартирах домов по улице Казьяна в поселке Вырыпаевка Засверского района – обычное дело, рассказывают местные жители. Вообще ноль. Ни горячий, ни холодный. В ванной тоже был. Такой напор в кранах или полное его отсутствие здесь наблюдают уже лет 10. Считалось, что дело в изношенном водопроводе, где случались постоянные порывы. В прошлом году жители улицы Казьяна довелись, чтобы им заменили трубы, идущие к домам. Все радовались, все были счастливы. Но впоследствии, где-то буквально через неделю, может быть месяц, два, у нас началась новая проблема. У нас начались проблемы уже непосредственно с водоснабжением в домах и квартирах. То есть нет напора, в результате которых у нас начали гореть водонагреватели в квартирах. Люди обращались во все возможные службы, чтобы повлиять на ситуацию, но никакой реакции не увидели. Да никто нам ничего не объясняет. Они заявку принимают. Заявку мы приняли, мы заявку приняли, и все на этом. И никаких действий нет. Водоканал валит, управляющая компания, управляющая валит на водоканал. Самое страшное, что у сложившейся ситуации могут быть фатальные последствия. У местных жителей в квартирах стоят газовые колонки. Если напор воды резко падает, колонка перестает гореть. Должен отключиться и газ. Но так бывает не всегда. Газ, он идет в квартиру, накапливается, и происходит, значит, такая большая вероятность взрыва. У нас были такие моменты непосредственно у нашей соседки в 15-й квартире. И буквально вот в том году был у нас такой очень печальный момент, когда целая семья угорела. Присутствовавший на сходе жители улицы Кадьяна представитель водоканала, выслушав все претензии, высказал свое экспертное мнение. Нужно комплексное обследование. Что нужно сделать, чтобы поедать хотя бы? Надо обследовать. Какое обследование? Произвести обследование. Где-нибудь на линии, там есть пожарный кедран, через него замерить давление. Сколько будет в сети и сколько будет в квартире. И будет ясно, из-за чего это. Или действительно здесь воды нет, что маловероятно. Или из-за того, что забиты внутридоновые трубы. Активисты же Народного фронта определили свой фронт работ относительно местной проблемы. Привлечим прокуратуру, которая, к сожалению, сегодня не присутствует у нас на сходе. Администрацию города Ульяновска, которая должна все-таки более тщательно ситуацию промониторить, провести работу не только с водоканалом, но и с управляющей организацией, которая, по сути, тоже нас код граждан, по проблемам ситуации не подошла. А наша телекомпания, в свою очередь, будет следить за развитием ситуации. Эл Шахов, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. В Ульяновске завершился всероссийский фестиваль свадебной культуры. Примечательно, что проходил он в год семьи, и программу сверстали так, чтобы все было посвящено супружеству и родительским чувствам. А гвоздем программы стала свадьба образца начала прошлого века. На ней в качестве гостя побывал наш корреспондент. Не костюм тройка и не подвенечное платье. На этой свадьбе супруги в народных одеяниях. Колорит русского характера вот что доминирует в светлом торжестве. Спасибо незримой машине времени она перенесла всех на век назад. Готовы ли вы взять ответственность за судьбу любимого и близкого человека? Согласен. Ваш ответ, невеста? Согласна. По русской традиции обмен кольцами, а потом роспись. Сегодня к невесте-жениху весь интерес, а материализуется он через лепестковое внимание. Такое запоминается на всю жизнь, а еще сильно крепит брак, как и слово родителей. Желаю вам крепкого брака, дружной семьи, здоровеньких детишек и постоянной гармонии в доме. Теперь супруги под защитой высших сил, да и сердца их бьются в унисон, причем на лирической ноте. Даже не знаю, одни эмоции, нет слов. Другим парам не боятся вступать в отношения и беречь их, несмотря ни на что. Ну а дальше, как по русским нотам, пир на весь мир, да так, чтобы стол ломился от угощений. Первую чару пьем за здоровье молодых. Ну что, сладко? Бой! Бой горько! 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 Гостям горько, молодоженам сладко от любящих поцелуев, да и голову кружит пьянящий воздух с Волги. Кому такая свадьба выпадает? Да еще с оригинальными подарками. Подарки помогут супругам свить свое семейное гнездышко. Одно из перышек в его уклад внесли самобытные народные коллективы, в том числе группа «Полынь Фолк». Впрочем, свадьба не единственная ее площадка. Сегодня вечером мы еще исполним такие же песни, но в современной обработке мы добавляем еще электронные инструменты, мы одеваем совершенно другие черные кожаные костюмы с элементами этнографии. А вот здесь мы как раз показываем, что ответственность за свою семью, за свою маленькую ячейку – это и есть любовь к родине. В зрительских сердцах приятный диссонанс. Несмотря на жару, у них мурашки по коже. Так энергетика фестиваля действует на их душу, открывая ее нараспашку. Мы считаем, что семья очень важна. В нашем обществе именно культура семьи должна развиваться, процветать, пропагандироваться. Фестиваль свадебной культуры прошел в год семьи, и это вдвойне ценно. В обществе вновь звучит супружеская морзянка. Ее переливами всегда славилась наша страна. Эдуард Истомин, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. Ульяновск в очередной раз подтвердил, что он по праву претендует на звание российской столицы единоборств. В Волго-спорт-арене прошел турнир по смешанным единоборствам памяти Петра Минеева, а также поединки профессионалов. В том числе два боя с участием бойцов с ульяновской спортивной пропиской. Игорь Кранцев продолжит. Многие считают, что смешанные единоборства – это шоу. И порой спортсмены стараются поддерживать этот стереотип. Как вот этот боец, который снял устрашающую маску только перед самым поединком. Однако, несмотря на всю сопутствующую романтику, бьют в клетке октагоний по-настоящему. Ульяновец Артем Новичков подтвердит – его бой с соперником из Перми получился во всех смыслах тяжелым. Но родные сцены и отвага не помогли. Победа уехала на Урал. У меня нет оправданий, короче. Ну, не судьба, не судьба. Хотел показать своим ребятам молодым, там, пример боя. Соперник молодец, ему только уважение. Участник главного боя – тяжеловес Амар Алиев, родом из Дагестана. Но 22-летний воспитанник известного бойца Владимира Минеева с недавних пор представляет Ульяновск. Соперник из Махачкалы. Казбек Сайдалиев на десяток лет старше. Он со своим опытом и побеждает. Ульяновск – очень хороший город. На церемонии награждения проигравшего Амара Алиева пытаются поддержать. Без неудач не бывает и успехов. 22 года – это только начало спортивной карьеры. Я вижу, что потенциал у него просто потрясающий. Ну, я думаю, Володя сейчас возьмется, потренирует Амара и будет еще матч-филанс. Пока же, видимо, молодой спортсмен после того, как восстановит силы, сам потрудится в тренировочном лагере Владимира Минеева. Этот турнир завершен. Однако уже через месяц с небольшим название города Ульяновска вновь прозвучит применительно к большим боям. Владимир Минеев в третий раз в своей карьере встретится с принципиальным соперником Магомедом Исмаиловым. Поединок по правилам бокса пройдет 20 июля в Москве. Игорь Кранцев, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. О погоде через несколько секунд. Мне остается пожелать вам только хорошего вечера. Программа «Вести Ульяновск» следит за развитием событий в регионе, о которых мы расскажем уже завтра на телеканале «Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова